Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Не надо натаскивать школьников на ЕГЭ. Сегодня в Сочи министр образования Ольга Васильева предложила вернуться к среднему баллу. Количество вывозимых с мусороперерабатывающего завода отходов увеличили втрое. Об этом стало известно на планерке главы города. Власти Сочи просят край передать им полномочия по лицензированию такси. Пока же бомбил ловят на живца. Вся Россия снова в Сочи. Одноименный журналистский фестиваль открылся на курорте. Как повысить качество российского образования, а также о профессиональном и социальном статусе учителя сегодня в Сочи говорила министр образования и науки России Ольга Васильева. На курорте прошел всероссийский семинар совещания руководителей органов исполнительной власти. Расскажет Инга Габеша. Региональные министры образования на семинар в Сочи собираются ежегодно. А вот такой статус у данного мероприятия впервые и все из-за участия в совещании министра Российской Федерации. С момента назначения Васильевой прошло пять недель. Все это время она общается с коллегами и обсуждает совместные пути решения накопившихся проблем в отрасли. А на сегодняшнем семинаре новоиспеченный чиновник озвучивает свое видение развития отечественного образования. Педагоги из 85 субъектов страны внимательно слушают и записывают. Ольга Васильева обращается к коллегам с просьбами и поручениями, но в первую очередь затрагивает самый волнующий учителей вопрос. В 64 регионах нашей страны зарплата росла. В 21 регионе наоборот снижалась. Это очень плохой знак. С этими регионами, я еще раз повторяю, что их 21, мы будем работать. Работать достаточно жестко. А остальным регионам я прошу обратить внимание на то, чтобы эта проблема была у губернаторов на первом месте и снижение показателей допускать ни в коем случае нельзя. В стране необходима единая отраслевая система оплаты труда педагогов, считает Ольга Васильева. В целом же положение учителя в обществе и его авторитет – это первоочередные задачи. Васильева подчеркивает, педагогическая деятельность – это не услуга, а служение. Поднимет престиж профессии и возможность карьерного роста, считает министр. В ближайшем будущем, а именно к 2020 году, в стране может произойти дифференциация системы должностей. В школах появятся ведущие и старшие учителя. Говоря о ЕГЭ, новый министр образования подчеркивает, единый госэкзамен не должен мешать обучению школьников. Васильева не рекомендует учителям заниматься так называемым натаскиванием выпускников, а вместо этого предлагает вернуться к оценкам среднего балла по каждому предмету. Заботиться нужно не о форме, а о содержании в этом убеждены и власти Краснодарского края. Ну и конечно, то, о чем еще говорит наш губернатор, это идеология. С 1 сентября по поручению губернатора во всех кубанских школах введены казачьи классы. И это не прихоть, это не просто, так скажем, какая-то пиар-акция, ничего подобного. Речь идет как раз-таки о традициях, о культуре региона. Это первый этап, и мы сегодня уже, в общем-то, казачьи классы, казачьи корпуса и школы, которые есть в регионе, они себя очень хорошо проявили. И качество, уже на выходе из школы мы видим там, совершенно иные дети. И вот к этому мы должны сегодня стремиться. Поддерживает региональное министерство образования еще одну инициативу Ольги Васильевой. Речь идет о трудовом воспитании школьников. К слову, эта идея министра образования подверглась критике в средствах массовой информации. Но мысль о том, что к общественно полезному труду ребят нужно приучать со школьной скамьи, прозвучала и сегодня. Революционных преобразований движений, я уверена, что в нашей кубанской школе не будет. Сегодня Ольга Юльна говорила не только о том, чтобы вытереть надпись на доске или убрать в классном кабинете. Ведь сегодня речь шла о том, что трудовое воспитание намного шире. Это и агроклассы, которых достаточно большая численность у нас на Кубани. И одна из приоритетных задач – их развитие, потому что это необходимо нам, нашей экономике Краснодарского края. Поэтому совместный труд – это только на пользу и на развитие и воспитание наших детей. Первое общение с новым министром участники семинара назвали знаковым и профессиональным. Для работников образования важно, что помимо зарплат сегодня речь зашла и о моральном стимулировании российских учителей. Инга Габеша, Михаил Лубинин, телекомпания ФКТ. Пять сочинских аптек уличены в безрецептурной торговле. Причем свободно отпускают там препараты вовсе не для лечения, а для наркоманов. Об этом стало известно на заседании городской антинаркотической комиссии. Рейды с контрольной закупкой проходят два раза в месяц. И вот результат в числе нарушителей аптеков в непосредственной близости от больничного городка. Теперь эти предприятия посетит другой контингент – сотрудники прокуратуры. Такие меры не излишни на кону здоровья подрастающего поколения. Рядом с клумбой 15-й гимназии наркоманы ищут закладки. И мы правильно должны стимулировать людей к тому, чтобы они выходили на нас, сообщали, где такое безобразие творится. И чтобы мы быстро реагировали на то, что зачем нам вообще на территории такое, а тем более рядом со школой. В городе была разработана программа «Сочи вне зависимости». Однако, как выяснилось в ходе совещания, не все ее направления работают. Так, в двух районах сменились опытные координаторы районных советов профилактики. Новых нужно учить. Ирина Романец потребовала от ответственных за эту программу управления безотлагательно включиться в процесс. В течение месяца во всех районах должны пройти профилактические мероприятия. Отчиталась о своей работе и полиция. В ходе рейдов по ночным клубам выявлено шесть сотрудников этих заведений, которые находились под влиянием наркотиков. В центральном районе изъят килограмм марихуаны. А в Адлере мужчина заботливо выращивал кусты конопли. Чтобы обезопасить молодежь, в школах открыты кабинеты профилактики. Занятия там ведутся с учениками 5-11 классов. Однако школ больше 70, а кабинетов всего 15. В этом случае учреждениям поможет муниципальный центр диагностики и консультаций. Помимо этого педагоги отправятся в гости к новичкам, чтобы проверить, состоят ли прибывшие недавно в Сочи семьи в группе риска. Количество вывозимых с мусороперерабатывающего завода отходов в Сочи увеличили втрое. Тем не менее, осталось вывезти еще 17 тысяч тонн ТБО. О ликвидации мусорной свалки на территории завода говорили сегодня на очередном планерном совещании при главе города. Более 1200 тонн. Столько отходов с мусороперерабатывающего завода вывозят ежедневно в круглосуточном режиме. Это при том, что сюда каждый день завозят около 500 тонн твердых бытовых отходов. За последнее время территорию завода очистили от 7 тысяч тонн мусора. Еще 17 тысяч ждут своей очереди. Анатолий Пахомов призвал ускориться, ведь ликвидировать свалку в спецавтохозяйстве обещали еще к середине сентября. Отход всегда шла. Просто объем поступаемого мусора увеличился реально на 50%. Вы знаете, что официальные цифры по туристам у нас увеличены на 30%. Итог. Скопилось много отходов, которые вывозили со значительной задержкой. Но и это не снимает ответственности САХА, подчеркивает мэр курорта. Тем более, что предприятие от города уже получило средства для покрытия убытков за неучтенный мусор. Вы – это коммерческая организация, которая на себя берет ответственность, правильно? По вывозу мусора из города Сочи, правильно? Почему вы его замусорили, свой мусоросортировочный завод? Вы выставили условия, мы на них пошли. Вы взяли управление спецавтохозяйства. И одна была задача, которую я требовал. Город должен быть чист. Здесь никаких срывов быть не должно. Сочи полностью выполняет свои обязанности по программе «Ноль отходов» и город содержится в чистоте. Мусор вывозят за пределы курорта, но не все полигоны края готовы его принимать. Тем не менее, договоры на прием сочинского мусора удалось заключить с Абинским и Каневским полигонами. А уже в декабре отходы можно будет вывозить и в Белореченск. Решить проблему, отметили на совещании, поможет и строительство края мусоросортировочной станции в ЛАО. Она готова на 70% и будет запущена в следующем году. Впрочем, от мусора нужно очистить не только территорию завода. Результаты мониторинга показали. Не все компании тщательно следят за своими объектами. Это, в частности, касается территории подведомственных РЖД. Анатолий Пахомов дает срок за ближайшие несколько дней навести порядок. Город должен, я повторяю еще раз, с учетом того, что он такой туристический, мы должны этому уделять огромнейшее внимание. Это благоустройство, это озеленение. Сегодня на планерке была представлена и утверждена концепция озеленения города. Деревья, пальмы, пустарники, цветы и живые изгороди появятся во всех районах курорта. В парках, скверах и в прогулочных зонах. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В особо охраняемых природных зонах, к которым относятся Сочи и Байкал, могут запретить использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды. Об этом сообщает канал «Раша Тодей» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Ведомство готовит соответствующие предложения в правительство. А запрет, по словам Донского, должен распространяться на все пластиковые изделия, пакеты, одноразовую посуду, упаковку. Ведь именно они составляют самую объемную и долго разлагающуюся часть отходов. Новые правила будут действовать лишь в отношении особо охраняемых природных территорий. К ним относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Сочи попадает в эту категорию, так как большая часть земель в окрестностях курорта – это нацпарк. В какие сроки может быть введен принудительный отказ от пластика, министр не уточнил. Некоторые эксперты, тем не менее, отмечают, что отказ от пластиковой упаковки может повлечь непредвиденные расходы для торговцев, рестораторов и, как следствие, потребителей. Пассажирские перевозки в Сочи должны быть легальными. Такая задача поставлена городской властью. Уже почти пять лет в стране действует закон, регулирующий сферу таксомоторного бизнеса. Но до сих пор не все перевозчики соблюдают требования к оснащению автомобиля и к качеству оказываемых услуг. Чем опасен незаконный заработок для бомбил и пассажиров, расскажет Татьяна Говоркова. Автомобили с шашечками к вашим услугам практически на каждой остановке. В Сочи действует порядка 200 лицензированных таксомоторных организаций, которые гарантированно довезут вас от пункта А в пункт Б. Имеют путевой лист, предоставят кассовый чек, да еще и скидку дадут на следующую поездку. И, что самое главное, обеспечить безопасность пассажиров. Чего нельзя сказать о бомбилах. К сожалению, это явление массовое, но незаконное и сложно контролируемое. Распознать нелегальных городских извозчиков практически невозможно. Но специалисты Департамента транспорта и связи, полицейские, сотрудники отдела по борьбе с нарушениями административного законодательства все же находят методы поиска иглы в стоге сена. Один из них – подсадная утка. Человек попросил сюда подвезти водоканал на базу. За денежное водоканал на базу. Он отдал мне, говорит, я тебе отдам. Вы знаете, что это не так он. Я еду сюда в водоканал, мне документы отдавать надо, я в ЗАГСе работаю. Отговорки типа «человек стоял под дождем, не было по пути и я его подвез» уже не действуют. Факт нарушения налицо. Лицензии на перевозку у водителя не оказалось. Горе бомбило. Сетует на цвет его машины. Она не белая, как должна быть. Перекрашивать дорого, а зарабатывать надо. Ответ на этот вопрос один. Человек должен найти таксомоторное предприятие, заключить с ними трудовой договор и легально вполне работать. Определяются места, определяется направление движения. У них есть связь с диспетчерской службой, которая направляет, помогает. Проверяют выход в машину, исправность техническую. С начала этого года перевозчиков, у которых не было путевых листов и лицензий, выявлено более ста. На водителей составляются административные протоколы. Они обязаны заплатить штрафы. Автомобили отправляют на штрафстоянку, далее судебные разбирательства. В общем, лишиться колес можно на срок от 12 дней до 2 месяцев. Еще и заплатить за нарушение придется немалую сумму. Кстати, с начала года штрафов было выписано на сумму более 5 миллионов рублей. Бороться с бомбилами сложно, но можно и крайне необходимо, подчеркивают в мэрии. У нас работает несколько тысяч незаконных лихтовых такси, которые приехали со всей страны. И они работают как им вздумается, во сколько им вздумается и по тем тарифам, которые они определяют сами. Это называется просто беспредел. Поэтому нам нужно всем миром подняться, пригласить волонтеров с помощью депутатов городского собрания, с помощью депутатов законодательного собрания, с помощью общественности. Нужно просто с этим злом бороться. Департаментом транспорта города уже разработан пакет документов о внесении изменений в краевой закон о деятельности таксомоторов. Он будет передан на рассмотрение в законодательное собрание края. Пока у муниципалитета нет прав на выдачу лицензий и контроля за перевозками. Мы на этой неделе готовы эти документы предоставить. И предоставить документы в законодательное собрание края с выходом инициативы города Сочи о том, чтобы и разрешение, и лицензии, и некий порядок работы таксомоторов определялся внутри муниципалитетов. Особенно тех, которые на виду всей страны. Это позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок. К обязательному наличию таксометра и необходимых документов на право перевозки пассажиров добавится единая форма у водителей и цвет автомобиля. А главная цель, чтобы жители и гости курорта смогли пользоваться легальными такси с высоким сервисом обслуживания. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Кубан-Экспресс-Пригород станет новым перевозчиком на Черноморском побережье. Компания получила право осуществления регулярных пассажирских перевозок на пригородных маршрутах от Туапсе до Эмеретинского курорта. Соответствующий договор подписан между Министерством транспорта Краснодарского края и перевозчиком. С 1 октября Кубан-Экспресс-Пригород начнет осуществлять перевозки на южном направлении по шести маршрутам. Сочи-Розахутор, Туапсе-Эмеретинский курорт, Туапсе-Аэропорт, Розахутор-Аэропорт, Эмеретинский курорт, Лазаревская и Лазаревская-Аэропорт. До конца сентября перевозчикам на этих маршрутах остается южная дирекция скоростного сообщения. На указанных маршрутах по-прежнему будут курсировать поезда «Ласточка». 10 предложений представит Сочи на Международном инвестиционном форуме. Это 5 проектов и 5 инвестиционно-привлекательных земельных участков. Наиболее приоритетными считаются строительство центров курортного отдыха в Лазаревском и Хостинском районах, состоящие из гостиничных, торговых, спортивных комплексов, аквапарка, ресторана, открытых автостоянок и спортивных площадок. Планируется подписание шести соглашений о намерениях по взаимодействию в инвестиционной сфере на сумму более 16 миллиардов рублей. Это строительство аквапарка в Хостинском районе и в Сочи парке, создание пешеходной зоны променада Эмеретинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта. Строительство единое многофункциональное телекоммуникационное сети связи. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября на территории главного медиа-центра Олимпийского парка. И к другим новостям. Накануне в окружной избирательной комиссии Константину Затулину вручили удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы. Победитель выборов по Сочинскому одномандатному округу номер 50 поблагодарил жителей округа за оказанное доверие и заявил, что теперь намерен сосредоточиться на выполнении своей предвыборной программы. Хочу воспользоваться случаем поблагодарить избирателей сочинского округа, сочинцев, белореченцев, обширотцев и граждан России, проживающих в Эстонии, которые оказались причислены к нашему избирательному округу. Хочу сказать им спасибо за ту впечатляющую поддержку, которую они мне оказали, как кандидат в Единой России. После торжественной церемонии Константин Затулин встретился с коллегами и депутатами городского собрания Сочи. Народные избранники обсудили план совместных действий. Будем работать мы в тесном взаимодействии депутатов всех уровней, начиная с депутатов городского собрания, депутатов законодательного собрания края и депутатов Государственной Думы. Потому что те задачи, которые стоят в городе Сочи, они очень много замыкаются на федеральные программы, на краевые программы. И здесь на совместных очень много работы. Напомню, в единый день голосования за кандидата от партии «Единая Россия» Константина Затулина свои голоса отдали более 60% избирателей. Народный избранник оценил высокий уровень доверия Сочинцев и в ближайшее время приступит к прямым обязанностям. Первое заседание депутатов Государственной Думы назначено на 5 октября. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. Вся Россия 2016. Под таким названием в Догомысе сегодня открылся фестиваль журналистов. В этом году он 20-й юбилейный и последние десяток лет проводится в нашем городе. Продолжит Елена Авсецина. Интерес к форуму, как всегда, огромный. В этом году приехало около тысячи представителей СМИ из разных уголков России и не только. Ряд международных организаций будут говорить с российской прессой об этике и профессионализме, о том, как выстроить диалог и, может быть, даже вместе двигаться в одном направлении. Но возможно ли это? Международная формула доверия – Восток-Запад. Эту тему обсуждали в первый день работы форума. Здесь и представители ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, ОБСЕ, журналистские союзы и представительства Израиля, Финляндии и Болгарии. Конечно же, повестка для нашей федерации и вашего союза разная. Как и в других странах, есть специфика политической и экономической ситуации. И там журналисты сталкиваются с другим кругом проблем. Как, например, сейчас в Турции, когда 160 журналистов в тюрьмах, и мы пытаемся им помочь. Что касается РСЖ, то для нас важен контакт. У вас есть свои проблемы, но для нас вы тоже инструмент для решения международных проблем для журналистов. Журналистов объединяет одно – право говорить открыто, смело, не забывая при этом об этическом кодексе журналиста. Эту профессию чаще выбирают женщины, не боятся рисковать, правда, среди убитых журналистов больше мужчин. Правозащитник Алексей Симонов рассказал о том, что буквально в эти часы в Барнауле, там, где находится школа расследовательской журналистики, совершено нападение на Григория Пасько. Он был избит неизвестными. Рискуем мы все, даже в самое мирное время, без всякого описания войн или межнациональных конфликтов. Существует огромное количество мерзавцев, которым надоела свободная журналистика, которые хотят ее решительно уничтожить, совершенно не представляя себе, что это такое, и во что это им собственным и их детям обойдется. Но требование времени и общества быть ближе прессе к тем, ради кого, собственно, и существует журналистика. Здесь самое главное посмотреть на людей своей страны, на жителей, на среднестатистического человека и поговорить о нем. Тогда мы вернем доверие к журналистике и вернем то доверие, которое так необходимо обществу. Вот что самое важное. И не случайно, что сейчас местные газеты, местное телевидение, местное радио приобретают более значительное, они более значительны для местной аудитории, чем федеральные каналы, федеральные газеты, потому что они стали ближе к человеку с соседней улицы. Говорить, как работать, о чем писать и для кого будут догомысят до 2 октября. Это не только круглые столы и встречи, но и презентации интересных проектов и различные дискуссионные клубы на самые острые и волнующие вопросы времени. Вплоть до темы, что выберет Путин в рамках стратегии экономического развития страны. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Хрустальное колесо снова в Сочи. На курорте стартовал 26-й форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В нем принимают участие более 100 компаний отрасли из более чем 50 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Из года в год в Сочи собираются профессионалы в области создания аттракционной техники и ее эксплуатации. В рамках форума участники обсуждают безопасность аттракционов, технические регламенты, а также узнают, как повысить привлекательность парков вне сезона. В этом году специалисты индустрии развлечений затронут важные аспекты своей работы. Все мы выживаем, и касается это нашей и нашей отрасли, поэтому темой главной форума является повышение пути, повышение работы парков и объектов развлечений в новых экономических условиях. И все темы, которые будут рассматриваться на форуме, они, естественно, посвящены этому. Во время форума участники представляют проекты, где отображены интересные идеи ландшафтного дизайна, устройства инфраструктуры парка и массовых мероприятий. Это одно из условий ежегодного осмотра конкурса среди парков культуры и отдыха на приз «Хрустальное колесо». Призы выдаются в многоплановых номинациях. Пять лет назад члены жюри признали лучшим парком, посещаемым больше одного миллиона человек – Ривьеру. Сочинский парк получил и международное признание на итальянском конкурсе «Голден пони». Самая престижная награда во всем мире уже есть, но развитие зеленого детища мецената Хлудова продолжается. В этом году в парке появились уже такие объекты, как конное шоу, мы открыли веревочный парк, очень интересный. Открыли выставку научно-познавательную. То есть в этом направлении парк постоянно развивается. И я уверен, что к следующему весенне-летнему сезону горожане и гости нашего города увидят очередное интересное, как говорится, изюминку в нашем парке. Кстати, именно парк Ривьера был выбран оргкомитетом форума для первого посещения участников. Ну а кто же станет победителем 14-го осмотра конкурса «Хрустальное колесо» станет известно только к концу недели. Официальное награждение победителей состоится 30 сентября в отеле «Жемчужина». Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...